Вы смотрите отзыв об отеле Джеранда. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам «Картинка», который был в нем в 2009 году. 19-26 апреля 2009 года. Отель Джеранда находится в двух минутах ходьбы от метро «Анверс». В отеле имеется небольшой, но исправно работающий лифт. Винтовая лестница. Небольшие, чистые номера. Каждый день выдавали чистые полотенца, три на двоих, маленький кусочек мыла, пакетик с шампунем, гелем для душа два в одном и по пластиковому стакану на человека. В номере на двоих, две кровати в сдвинутые месте, телевизор «Сатур» с оторванным пультом. Видимо, до этого он как-то крепился к ТВ. Русских каналов не нашли, маленькая тумбочка, два стула, душ, туалет, раковина, зеркало, фен. На завтрак круассан, булочка, по вкусу как хлеб, джем, масло, стакан сока, чай, кофе, сахар. Мы покупали, приносли на завтрак с собой мягкий сыр или майонез, очень они понравились здесь. Чай или кофе, иногда и какао, приносят в маленьких чайничках, так что можно выпить не одну, а две-три кружки. Балконная дверь была с оторванной ручкой, но при этом нормально закрывалась и открывалась. Главное, будьте поаккуратнее, чтобы не прищемить себе пальцы. Первые два дня мы подкрали ее чемоданом, но потом выяснили, что без этого спать тоже тепло. Конечно, номер маленький, но в нем мы только ночевали, сил хватало лишь на душ и вино с сыром. Совет, возьмите что-то, что может послужить скатертью. В номере нет столика, поэтому если вы решите отведать французского вина, выпечки или сыра, разложите съесть это возможно только, наверное, на кровати. Подчеркивание, 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 подчеркивание Париж воперели прекрасен. Цветет все и всюду. Средняя дневная температура была плюс 17-19 градусов. Экскурсии не брали, исследовали город и окрестности сами. Очень много времени хочется проводить на Монмарке. Приехали в воскресенье и сразу же отправились туда. На лужайке сидело много людей, слушающих местного музыканта, исполнявшего известные хиты, такие как Ю-2-Ван. Очень понравились кафе со свежей выпечкой. Сама атмосфера располагает к тому, чтобы в конце дня сесть в одном из таких маленьких кафе-ресторанчиков и просто наслаждаться окружающей тебя обстановкой. Немного ознакомиться с городом нам помог большой желтый двухэтажный автобус OpenTour. Мы брали билет у водителя на два дня. Кстати, по городу также разъезжают двухэтажные автобусы другого цвета, например, красного, но это уже транспорт другой компании, а поначалу мы все хотели туда сесть. Билет на автобус OpenTour на один день стоит 29 евро, на 2,32, ребенку 15. Единственное, сложно найти работающие разъемы для наушников, и тем более, чтобы работали на русском языке. Но и без них очень понравилось. Катались на кораблике Batabas www.batabas.com. Если вы студент, возьмите с собой ваш студенческий билет. У меня, к сожалению, не было его с собой, но если бы я его предъявила, то получила бы скидку на кораблик. Так мне объяснила кассирша, причем я у нее переспросила, действует ли скидка, если у меня нет международного студенческого, на что она мне ответила, что нужно предъявить тот, который у меня в стране. Вход в государственные музеи лицам до 25, включительно бесплатный. Не забудьте паспорт, покажете его в кассе и при проверке билетов. Вход на Эйфелеву башню на один уровень пешком 450 евро, для молодежи 300 евро. На лифт была длинная очередь. Стоять не стали. Также успели посетить Диснейленд. Эсбили в четверг. Входной билет на два парка Диснейленд аттракционы и Уолт Дисней Студиос на один день 62 евро, ребенку 54 евро. На входе дают карту, плюс они лежат просто так. На русском нет. До этого я читала, что в Диснейленде очень дорогая еда. Но мы зашли в одну из кафешек на центральной аллее, и очень как оказалось, сытный обед на двоих, кофе плюс какая-то лепешка с сыром и беконом, обошелся в 20 евро. Поражают своим размахом очереди. На один из главных аттракционов мы стояли без преувеличения полтора часа, причем снаружи очередь выглядела довольно культурной. А потом оказалось, что она аккуратно завернута в лабиринт. В общем-то это была одна такая очередь. На железную дорогу стояли минут 15-20. Очень люблю в России аттракцион «Вальс». Здесь есть аналогичные с чашками, но хорошо раскручивать их нужно самим, на большой корабль запускают всю толпу, поэтому стоять нужно только до прихода корабля. В целом парк – это как сказка. Повсюду цветы и пряничные домики, просто хорошо, просто красиво. Парк Дисней Стьюдиас предлагает опробовать на себе голубудские спецэффекты. Обязательно дойдите до конца парка, там ходит паровозик, который провезет вас по некоторым макетам студий. Абсолютно не страшно, довольно интересно. Рассказывать не буду, увидите сами, если будете там. Если вы не любите резких взлетов и падений, не заходите в The Hollywood Tower Hotel. Для начала постойте на улице и понаблюдайте за лицами людей, иногда открывающихся зеленых окошков наверху, и решите для себя, нужно вам это или нет. Были в Версале. В субботу. Добирались на двухэтажной электричке Рер до остановки Версай – Ривы Гоуш. Мы делали пересадку с метро на станции Чемк-де-Марску Рейфу, где мужчина-кассир подробно разъяснил нам, куда дальше пройти, какой номер поезда и так далее, но быстро вникаешь в систему и без объяснений. Электричку нам пришлось ждать около 30 минут. Приехав на место, переходите дорогу и идите направо, следом за толпой. Если хотите посетить дворцы, вам в большую очередь на входе, минут 40 стоять. Если нужны только фонтаны, не стоите, проходите дальше. Там будут кассы с совсем маленькой очередью, 8 евро билет. Фонтаны по выходным работают по графику. Вместе с планом на входе можно взять их расписание. Но лучше посмотрите его дома на официальном сайте Версаля, чтобы сориентироваться. Мы были там в 12 часов 10 минут, и шатались по парку до 15 часов 30 минут, чтобы увидеть фонтаны, опоздав на их включение с 11 до 12. В итоге появилось огромное желание показать этим людям наш Петергоф. Все-таки у нас интереснее, на мой взгляд. Здесь исключение фонтанов делают огромное событие, у нас же в любой день приходи, фотографируйся и получай впечатление от прыжков с зонтиком между струйками воды. Также издели время сдегустировать шампанское, но об этом будет рассказано отдельно чуть позже. Впечатления и фотографий масса, все понравилось. Париж – это город, кватором хочется остаться чуть подольше. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рада вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин